Бесмилляху рахману ррахим Альхамду лилляху раббил аламин Ва салату вассаламу аля расулю лилляху аля алихи Ва асхаби ги аджмайн Ва баат ассаламу алейкум арахмату лалайху а баракату Уважаемые братья и сестры Мы продолжаем отвечать на вопросы Поставленные Абдуллой Кастексским Аглусу Неваль Джамаа Я напоминаю вам, что было четыре вопроса, которые были поставлены. На два из них мы уже ответили, что такое истегата и арабит ассуфиев. Вы это можете найти в YouTube-канале, иншаллах. Сегодня мы перейдем на вопрос хатм, хатму хаваджикан. То есть, то хатму, которое делают суфи в конце недели. Вообще, проблема некоторых людей в том, что они поднимают те вопросы, которые они не разбирают. То есть, они не знают конкретное истегата, не знают конкретное определение того или иного вопроса. Не зная, но при всем при этом они стараются как бы себя проявить, самоутвердиться, бросаться словами, шариатскими решениями. Тогда как они на самом деле не имеют даже представления о данном вопросе. Знаем, что даже маломальский, кто разбирается в религии Аллаха, он знает правила вплоть до студента. Наверное, до того, кто же в первом курсе учится, он знает то правило, в котором ученые как бы сошлись. Это правило, что решение – это следствие правильного представления данной вещи. Если у человека нет правильного представления, правильного конкретного определения какой-то вещи, какому-то действию, то он шариатскую правильную оценку дать не может. Он может стараться дать шариатскую оценку, но это будет уже субъективная вещь, субъективный ответ, потому что никакой объективности в этом не будет, потому как рационально, как нужно рассуждать, оценить, он не может, потому как не имеет знания. Более того, тем более, если это касается вопроса тасауфа, потому как тасауф считается «эльм аль-бадин», то есть это знания, это духовные знания, там нужно быть особо щепетильными. Ученые про это очень часто говорили, человек, который берется за разъяснение основ, или же второстепенных вопросов именно тасауфа, человек должен конкретно изучить ист-элях, определение суфиев, как они определяют, какую дают оценку или определение той или иной вещи. А конкретно мы знаем, что это Абакат-Уль-Кубра, имам Аш-Ша'рани, в частности, говорит, То есть я слышал, как Закарь Аль-Ансари, который являлся шейху-л-исламом, говорил, что Что если правовед не знает состояние этого народа, то есть людей тасауфа, суфиев, то он является черствосердечным правоведом, то есть человек, который на самом деле не разбирается в этих вопросах. Но раз человек не разбирается, ему нужно воздержаться от шариатских каких-то высказываний. Вот, насчет хатму уже непосредственно, когда человек, когда Абдуллах говорит хатму нельзя, где подтверждение, есть ли это в Коране, в Сунне, делали ли это салиф вообще, есть ли подтверждение тому в шариате, то, конечно, в первую очередь, прежде чем отвечать на вопрос, не быть голословным и не стать, как говорится, подобно ему, как насмешка для публики, в первую очередь мы подошли с позиции научной. Мы посмотрели, изучили вопрос хатмы, что вообще из себя хатма представляет, что она в себя включает, для того, чтобы максимально быть объективными. Даже более того, я сам лично абстрагировался от этого всего, именно, как говорится, на холодную голову смотрел, изучал, что вообще из себя хатма представляет. Изучив все эти моменты, в целом я понял, что хатма – это коллективное собрание аглютасауф, суфиев, и как бы они все вместе поминают Всевышний Аллах, Субхану Аталья, то есть это коллективное поминание Всевышнего Аллаха, Субхану Аталья, в целом. И мы знаем, что в вопросах шариатских решений, например, мы знаем, что нужно руководствоваться Кур'ан, Сунна и Кава'иду-ль-Усули, Кава'иду-ль-Ислам. Есть определенные правила, если ни Кур'ану, ни Сунне, если правилам, каким-то законам Ислама, если данное действие не противоречит, это действие является дозволенным. И в целом, сначала я приведу общие доводы для коллективного поминания Всевышнего, что является именно хатмом, и, конечно, отвечу на некоторые претензии, предъявляемые оппонентами, каким-то пунктом, который содержится именно в хатме. Для начала мы приведем общие. Сразу скажу, что в Кур'ане, в Сунне, Пророку, Саламу, и в практике саляфов и халяфов единогласие есть в том, что поминание Всевышнего Аллаха коллективно является дозволенным, является желательным. И в частности, в Куране Аллах говорит Смысл поминающих мусульман и поминающих женщин и мусульманок Всевышнего Аллаха многим поминанием Для этих людей Аллаху готовил прощение и великую награду. Далее имам Муслим, рахматуллаху алейхи, и имам Ахмад, рахматуллаху алейхи, передают хадис от Абу Гурайры и Абу Саида Аль-Худри, в котором они рассказывают, что посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи, сказал Это достоверный хадис, смысл которого не соберется какой-то народ поминать Всевышнего Аллаха, кроме как их окружат ангелы, снизойдет на них милость Аллаха, смиренность, спокойствие, и Аллах будет их упоминать тем, кто возле Него. То есть в высшем обществе, чем то общество, в котором они сейчас находятся. То есть Аллах будет их вот так упоминать. Имам Ахмад, рахматуллаху алейхи, передают достоверный хадис от Ана, саля Аллаху алейхи, в котором говорится, что посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи, сказал, когда вы идете мимо райских садов, то берите наслаждение, сказал он. Тогда сахабы спросили, о посланник Аллаха, что же такое, что означает райские сады? Ведь это на земле говорится. И посланник Аллаха, саля Аллаху алейхи, сказал, это общество, это круг людей, которые поминают Аллаха, субханаху ата'аля. Берите наслаждение, то есть будьте с ними, находитесь с этими людьми, поминайте Аллаха, субханаху ата'аля. Здесь именно говорится про коллективное поминание. В частности, Аль-Мунзири, рахима гуллах, в своей книге Ат-Таргиб, говорит, что смысл данных хадисов, в частности, этого хадиса, чтобы человек остерегался от того коллектива, в котором не поминается об Аллахе, субханаху ата'аля, и не благословляет пророка, не благословляет пророка, саля Аллаху алейхи, саляма. То есть остерегаться от того маджлиса, от того коллектива, в котором не поминается, и не благословляет пророка, саля Аллаху алейхи, саляма. Мы видим в этих аятах, в этих хадисах, прямо указывается пророкам, саллиллаху алейкум, о коллективном зикре. То есть люди собираются и люди поминают Аллаха, субханного тааля, поминанием, в котором нету, здесь нету конкретизации. Любое поминание, любой формы, формулировкой, которая пришла, которая пришла к нам по исламу, это является дозволенным. То есть поминайте свыше Аллах, субханного тааля, любым поминанием, которое является из ислама. Подобное передает тоже Абударда, разы Аллаху, и про это Ибн Хаджир Азхалани говорит. То есть про то, что Абударда также передает достоинство зикра в коллективе. Абударда подчеркивает, коллективное поминание Аллаха, субханного тааля, иной раз бывает лучше даже, чем сражение с немусульманами, говорит Абударда. И комментируя этот момент, Ибн Хаджир Азхалани, в книге Фатху-ль-Бари, 11 том, 210 страница, он пишет, что поистине цель отпоминания Аллаха, субханного тааля, которое передается Абударда, это совершенное поминание. То есть, конечно, имеется в виду то поминание, которое делается искренне ради Аллаха, субханного тааля, то есть то, которым и сердце, и язык являются согласованными с друг другом. То есть, когда человек поминает Аллаха, он также сердцем его поминает. Но про такой зикр, про достоинство такого зикра именно, конечно, если говорится. Имама Навави, рахматуллахи алейхи, в книге Аль-Азхкар, в 38 странице, также пишет, что Истахабу-ль-Джулюсов и хиляки-зикр, что желательно посещать, сидеть в коллективе поминания, и об этом очень много достоверных хадисов пришло, в частности, от имама Муслима, Тирмиди, Насаи и так далее. Это пишет имам Навави, рахматуллахи алейхи. И тогда некоторые могут сказать, да, это коллективный зикр, люди собираются, но нам нужно более частное решение, если ученые, которые сказали именно про зикр, суфи и так далее. Тогда мы им ответим и приведем цитату Ибн Хаджир Аль-Хайтами, рахматуллахи алейхи, которому прямо задали вопрос. Ему прямо задают вопрос, как вы относитесь к тому, ему прямо задают вопрос, каково отношение вообще шариа на то, что суфи собираются для зикра, читают его вслух, и они собираются в мечетях. Есть ли в этом какое-либо порицание, спрашивает Ибн Хаджир Аль-Хайтами. То есть, прямой вопрос задают этому великому ученому, шафииту. На что он отвечает? Никакого порицания в этом нету. Более того, он говорит, что что собрано множество хадисов, Джамма имеется в виду, он собрал множество хадисов, которые как раз таки указывают на поминание Аллаха вслух. И один из этих хадисов, в котором сказано, То есть, если меня упоминает раб в каком-то обществе, то я буду упоминать о нем в обществе лучшем, чем он меня упоминал. Это тоже Аль-Бухари передает. И вот это вы можете прочесть в книге Фатава Аль-Кубра Ибн Хаджира Аль-Хайтами. Он там описывает именно собирание суфьев, он дает хорошую оценку, Более того, он считает это похвальным и говорит, что множество хадисов указывают на это, что является нам конкретным уже доводом на данный вопрос. Также в Хащиту Тантауи, первый том, 318-я страница, шейх Атантауи пишет, что То есть, единогласные ученые, истинные салифы, далее и халифы, то есть, которые были после них ученые, после салифов, в том, что является похвальным поминать Аллаха коллективно в мечетях. И не только в мечетях, при условии, ну, и никто не отрицал, имеется в виду, никто не возразил этому мнению, кроме как, конечно, если это мешает спящему, молящемуся и читающему Коран. Если это никому не мешает, поминание вслух, хоть в мечети, хоть и не в мечети, является похвальным. Также пишет Ибн Абидин, приводя цитаты имама Аль-Газали, в книге Раддуль-Мухтар, шестой том, 397-я страница, в котором также он говорит, что, то есть, приводит мнение Аль-Газали, где говорится, в котором говорится, что коллективный зикр, он имеет, как бы, действенность более сильнее, чем отдельный зикр, который совершается индивидуально. Теперь, после того, как мы уже привели уже конкретные доводы, конкретное мнение ученых Аль-Суна Валь-Джамаа в этом вопросе, конечно, некоторые могут сказать, да, это коллективный зикр, там, ну, у суфия бывает такое, что, может быть, духовный наставник, и вокруг собираются суфии, и духовный наставник находится рядом с ними. Бывает, что они говорят, если человек, который не является из Аль-Утасауф, там, закрывает дверь, а на это что можно сказать? В Сунне Посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, ну, то есть, это уже какие-то частные, отдельные моменты, братья и сестры, некоторые возражения оппонента, можно сказать. На самом деле, это, конечно, не стоит того, это не те возражения, которые, в принципе, после шариатского решения можно поднять, но, тем не менее, раз они есть, раз эти вопросы поднимаются, мы, иншаллаху, на них тоже ответим по суне посланника Аллаха, саллиллаху ассаляма. Ялябна Шадад рассказывает, что Шададна Аус передает, что мы были возле пророка, саллиллаху алейху ассаляма, собрались возле него, и посланник Аллаха сказал, если среди вас чужой, то есть, имелось в виду, люди из ахлюл китаб, мы сказали, ахлюл китаб, это люди писания, мы сказали, у посланника Аллаха нет возле нас, то есть, только мы, нет у нас, среди нас людей писания, тогда посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, повелел закрыть дверь, сказал, чтобы подняли руки, и повторяли, ля иляха, илляллах, чтобы сказали, ля иляха, илляллах, мы подняли руки, мы сказали, ля иляха, илляллах, говорят сподвижники, потом посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, вся хвала Всевышнему Аллаху, субхану атааля, о Аллах, воистину ты меня не спасал, с этой калимой, с этими словами, ты повелел мне их, то есть, произносить их, и ты обещал за это рай, сказал посланник Аллаху ассаляма, обращаясь к Аллаху, и ты не нарушаешь свое обещание, далее посланник Аллаху ассаляма, уже обратился, к сподвижникам, и сказал, возрадуйтесь же, что Аллах вам простил, все ваши грехи, этот хлист передает, имам Ахмад, Табрани и Аль-Базар, и также, в Маджма Узаваэде, сказано, что передатчики этого хадиса являются надежными, то есть, хадис является достоверным, то есть, если мы видим группу людей, суфиев, алют-тасауф, где есть мириды, есть духовный наставник с ними, они делают дикр, поминают Аллаху ассаляму, вот довод послания пророка, саламу ассаляма, на это действие, мы привели конкретные доводы, согласно Курану и сунне пророка, саламу ассаляма, на желательность совершения коллективного поминания Всевышнего, ассаляма, на что и ссылается алют-тасауф, собираясь в мечетях, как бы и коллективно поминая Всевышнего, ассаляма, но эти все доводы не будут достаточны, и если мы даже привели бы в 10 раз больше, их не было бы, это не было бы достаточно тем людям, которые нацелены отрицать истинное понимание и истинное определение действий алют-тасауфа. Вам тогда скажут, не-не-не, по-любому хатму нельзя делать, ведь там делают тавасун, ведь там говорят, он устаз обращается к Аллаху через устаза и так далее. Тогда мы им ответим еще Аллаху рахман, и сунны посланника Аллаха, саляму ассаляма. Мы знаем, что было дуа, который посланник Аллаха, саляму ассаляма, обучил при жизни слепого человека. Эта же дуа Русман Хунаев, Русман Хунаев, Ралдая Аллаху, рассказывает, случай, когда один мужчина хотел попасть к третьему халифу, Русману Афану, Ралдая Аллаху, он никак не мог к нему попасть. И однажды он, как бы, был диалог с этим человеком, Русмана, на что тот пожаловался Русману. Сказал, вот, у меня есть хаджа, но меня, как бы, не замечает халиф. Что мне делать? Вот, как бы, такая просьба звучала из его слов. Тогда Русман Хунаев сказал, что при жизни посланник Аллаха, саляму ассаляма, он обучил следующему дуа слепого человека. И эту дуа обучил он, этого мужчину, чтобы он, так же прочитав его, иншаллаху Рахман, после этого дуа, как бы, пошел к халифу, и, иншаллах, халиф исполнит его дуа. Действительно, прочитав эту дуа, этот человек попал к халифу. Но что за дуа была эта? Я вам зачитаю, иншаллаху Рахман. Ключевой момент здесь. Сначала идет обращение. О, Аллах, я прошу Тебя, я обращаюсь к Тебе, Твоим пророкам, пророкам Мухаммадам, пророкам милости, О, Мухаммад, инни таваджах тубика или Рабби. Здесь тоже говорится, О, Мухаммад, я обращаюсь посредством Тебя к моему Господу. На хатму Муриды что говорят? На тавассалю бика или Аллах. Мы посредством Тебя, Тебя держим посредником или Аллах к Аллаху. Точек, точек, можно сказать, аналогично тому, чему учил посланник Аллаха, саляма. Пророка уже нет в живых. Этот мужчина обращается в дуа, я Мухаммад, а Мухаммада уже, саляма, не было в живых. Этот хадис передал Алтабрани в книге Аль-Кабир и сказал, этот хадис достоверный. Также его достоверным посчитал имам Аль-Хаким, с чем согласился имам Аль-Хаби, Аль-Хаби, также Аль-Хайсами в Маджмару Заваэде упомянул этот хадис и сказал, что он достоверный. Также Аль-Мунзири, также Ибн Таймия в книге Тавасул и Вал-Василя. Этот хадис является достоверным и нет на нем пылинки. Вдобавок к этому также мы приведем, если у человека возникнет вопрос, ты привел хадис, ты не мучтаид, ты не имеешь права с хадисом, и так далее. То есть человек припирается. Тогда мы скажем, тогда мы скажем. Одному из величайших ученых ислама Шигаб Арамали Рахима Гулла задали вопрос, прямо задали вопрос, что некоторые люди взывают словами Я Набий, О Пророк, О Шейх, О Вали, фишадает, когда им трудно. Разрешено ли это действие? Шигаб Арамали Рахима Гулла отвечает, говорит он, истыгаса, обращаться к Аллаху посредством, то есть обращаясь к пророкам, посланникам, праведникам, ученым, является дозволенным, говорит Шигаб Арамали Рахима Гулла и это мнение приводит Шамсудин Арамали, который собрал фетву Шигаб Абудин Арамали, то есть его сын. Это был гигантом нашей умы. Это же мнение Ибн Хаджир Аль-Хайтами подтверждает, подтверждает имам, до этого имам Субы Рахматуллах Алейхи в книге Шрифава Саикам также пишет, что до прихода Ибн Таймия среди мусульман не было расхождения в вопросах Истигата, Тавассул, Истишфаа и так далее. То есть это шафа, просьба шафа. Аль-Хамду Лиллах, мы разъяснили этот вопрос, мы объяснили. Нет проблем, если человек скажет, о Устаз, о Шейх, о Пророк, я посредством тебя обращаюсь к Аллаху, Субханного Та'ала. Обращение к Аллаху, но посредством или Пророка, или Устаза. Нет проблем здесь, братья и сестры. Тогда человек скажет, хорошо, там делается коллективная дуа, говорит он. Где пришло в Суни, что коллективная дуа хорошо делать или это желательно будет делать? Тогда мы скажем. Хабиб Ибн Маслема Аль-Фигри рассказывает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаллиллаху, что не соберется какой-то народ и кто-то из них будет делать дуа. Ба'з это один человек может делать дуа. Два, три, какая-то часть, кто-то будет делать дуа, а другая часть или другие, остальные будут говорить Амин, кроме как Аллаху Та'ала принимает эту мольбу. Этот хадис передает имам Аль-Хаким в книге Аль-Мустадрак считает его достоверным. Также Аль-Хайфами в Маджмау Заваид он говорит что передачки этого хадиса являются надежными, достоверными. Кроме как Ибн Лухай'а ваху Ахасан. То есть в целом в Маджмау Заваиде также сказано, что это хадис достоверный. Также его передают Аш-Шалкани в книге Тухфату Закирин. Аль-Хамду Ллаху мы ответили на этот вопрос. Мы сказали, что Тавасул разрешено делать. Мы сказали, что Дуа коллективно разрешено делать. Тогда вам скажут, то есть а где написано, что можно в определенное время это сделать. То есть хорошо коллективный дикр делать желательно. Нет проблем, в Куране об этом сказано, в Сунне об этом сказано, в Саляфе и Халяфе единогласно в этом. Нет проблем. Тавасул в Хатму разрешено сделать. Да, вы доказали. Аль-Хамду Лилля. Коллективная Дуа да, можно делать. Вы опять-таки доказали из Сунны Пророка и мнения ученых. Тогда скажут, тогда вам скажут, хорошо, мы с этим согласны. Ну, человеку, который сразу по-любому не решил согласиться. Тогда он, как говорится, на последнем вздохе, тогда вам скажет, хорошо, а почему именно в один день вы это делаете? Где написано, что можно ограничиться одним днем или указать время, которое не указано Сунне Пророка и Салам делайте любое время. Тогда мы ответим им из Сунны Пророка Саля-Алаху Али-Аху Саляма, хадисом, который передает Аль-Бухари Рахима Хулах в котором сказано в диалоге между Пророком Саля-Алаху и Билял Асхабом в котором говорится, что при наступлении утреннего намаза, во время наступления утреннего намаза посланник Аллаха Саля-Алаху Али-Аху Али-Алаху сказал Расскажи мне о самом надежном деле, который ты совершаешь в исламе. То есть надежном, имеется в виду, который даст тебе надежду на милость Аллаху Субхануа Та'алей. Такое хорошее дело. Ведь я услышал топот твоей обуви передо мной в раю. То есть он дает понять, как бы ты был раньше меня в раю, имеется в виду, посланник Аллаху Субхануа Субхануа. Я слышал топот твоей обуви. Тогда Белял Асхаба Ради Аллаху отвечает. Нет особого какого-то дела у меня, кроме как я не совершал омовение, то есть полноценное омовение. Вот в любое время дня и ночи, кроме как я за этим совершал намаз. То есть я совершал намаз, который Аллах мне как бы предопределил. То есть посланник Аллаху Субхануа Субхануа сам лично интересуется у Беляла. Какое же ты делаешь дело, действие, от которого даже я в раю услышал топот твоей обуви. Он говорит, я не совершал ни разу омовение, кроме как после этого совершал намаз, говорит. То есть намаз, который для нас сегодня является желательным. Двухракатый сунный намаз после омовения. И доводом здесь является то, что Белял Асхаба Ради Аллахуа Ану, во-первых, сам как бы сделал богослужение, на которое не было указания пророка ранее. Да, пророк подтвердил это, но ранее на это указание пророка не было, и второе, он обозначил время этому богослужению, а время было после омовения, совершил омовение, совершил вот этот намаз. Ибн Хаджур Аль-Асхалани говорит, что из этого мы понимаем, что разрешено выносить решение делать Ичтихад, имеется ввиду, в установлении времени или ограничения какого-либо богослужения. То есть, иными словами, если ученые Аль-Ат-Тасауф сделали Ичтихад, вынесли решение, что в какое-то время будет превосходным собраться для коллективного дикра, для хатма, на это у них есть полное право, согласно сунне пророка, как говорит Ибн Хаджур Аль-Асхалани, как об этом также пишет Абу Шама, который был учителем имама Науи, и также мы приведем мнение самого имама Шафии, в котором он в своей книге Аль-Умму говорит, что после чтения Аль-Фатихи и после того, как произнесет человек Амин, хорошо добавить упоминание Аллаха, в частности, Рабба Алямин. Этот величайший ученый, это привело к тому, что если кто-то скажет, это же был сподвижник, мы подчеркнем еще раз, даже если Белял Асхалани сподвижник, он сделал то, на что не было указания пророка, да, он потом подтвердил. И более того, мы приведем имама Шафия, который сподвижником не был, однако он добавил по своему Ичтихаду после Амин, Рабба Алямин указал это дело и указал на время, то есть после Амин. Подытоживая, я скажу, братья и сестры, то, что мы сегодня, аль-хамду лиллях, вам привели, рассказали, это все согласно Курану, сонне пророка, салава али-усаляма, и мнению истинных саляфов, халяфов, ученых Аль-Усанава аль-Джамаа. В изучении вопроса хатма не было предвзятости, мои братья и сестры. Все было объективно, все было максимально, даже критикой, я смотрел, чтобы четкие были доводы на это, и аль-хамду лиллях, Рабба Алямин, в шариате я доводы на это нашел, и после этого, иншаллаху рахман, нам стало ясным, что хатма является разрешенным, и всякий, кто обвиняет людей, которые практикуют хатм, обвиняет их в беда, обвиняет их в ширке, это является большой ошибкой и большим заблуждением. Аль-Хамду лилля Раббил Алямин, Маа Салама, Ас-Саламу Алейкум Ва Рахмату Ва Баракату.